В частях Владимир Шумшук, автор множества книг о древней славянской культуре, а также жрец, метафизик и конспиролог. Сегодня мы с вами поговорим о очень такой скользкой теме, я бы сказала, но очень важной. Потому что есть одна цивилизация, которую постоянно гоняют с места на место, которую ненавидят все в этом мире — это евреи. И сегодня Владимир расскажет об этом более подробно. За что же евреи так провинились? Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Варерии. Ну вот я сегодня хочу рассказать, почему нас ненавидят евреи и всю, в общем-то, обозримую историю. Их преследовали, уничтожали, в общем, устраивали геноцид. Вот, и это не только в России было, это было по всему миру. Ну, вообще, официально считается, что они распяли Бога, и поэтому вот такие на них гонения. Но это не так. По той простой причине, что когда, в общем-то, полонили креста, ну, с ним встречался Понтий Пилат, это наместник римский, то есть это все происходило на территории Рима. А Рим – это захватческая, в общем-то, страна, которая поработила в то время землян. И, в принципе, крестца захватили и распяли римляне. К иудеям это никакого отношения не имеет. Во-вторых, надо понимать, что вот все вот эти понятия – еврей, иудей, француз, жид – вот это все разные понятия. У нас сейчас все объединили, и, в общем-то, как бы выдают заодно. Но это все разное. Иудей – это, в общем-то, житель Иудеи, где народ был крещён Дею. Дею или Даос, как его сейчас китайцы называют, это тот, который был бессмертен. В то время как раз нам был предъявлен Советом Света. Но у нас свет – это больше, чем космос, и больше, чем Вселенная, естественно. Вот, потому что у нас же семь чудес света, да? То есть, это не только на Вселенную, на все чудо, не только на космос. Космос – это много вселенных. А свет – это много космосов. То есть, уровень-то очень высокий. И главное чудо света – это у нас был Логос. И они вот как раз крещены были Дею, потому что они не захотели отказаться от своего бессмертия. Иудеи не захотели. Они оставались бессмертными. А Владимир, который красносолнышко, он принял условия этого Совета и, в общем-то, перешёл на перевоплощение. Нам был поставлен такой ультиматум, что или, значит, перевоплощение, или, значит, отказ от… Но если бессмертие, то отказ от размножения. А у нас было и бессмертие, и размножение. Дело в том, что у нас одна пара за тысячу лет… Ну, представляете, они же бессмертные. Что такое тысяча лет? Для них ничего. Вот за тысячу лет одна пара, вот через 25 лет, ну, вот они родили двух человек, больше не рожают. Те два человека через 25 лет снова родят по два человека. Один и другой. Через ещё 25 лет опять два человека. И так вот 40 раз. И у нас получается, что одна пара такая, она один квартале он особи способна родить. А если посчитать всю ветку, да, то получается 800 кварталеонов людей будет. Понятно, что это перенаселение. И не просто перенаселение, это катастрофа для землян. Ну и все, в общем-то, неуправляемые и неконтролирующие рождаемость цивилизации, а таковых много у нас в космосе и во Вселенной, потому что большинство цивилизаций одновнивки. У многих вообще богов нету, да? А раз богов нету, у них возможности совершать любые поступки, они безграничны. А когда боги, то там, понятно, ограничения в поведении, и, в общем-то, такие цивилизации могут быть вечными. И поэтому, в общем-то, иудеи, они не захотели переходить на перевоплощение. Таких было много. Если нет истории, нет корней, цивилизация обречена. Ну и, в общем-то, даже если с нашей цивилизацией что-то произойдет, ну, будете знать начало, что было, как все было, ну, есть шанс восстановиться. Значит, прежде всего, вот такой вопрос хотелось бы осветить. Почему у нас преследуются, подставляются, уничтожаются, ну, говорят, еврейская национальность, ну, в реальности евреи это не нация. У нас вот есть понятие евреи, есть понятие иудеи, есть жуды, есть французы, ну, там еще куча, конечно, но вот эти основные понятия, которые фигурируют у нас на сегодня, ну, и несколько раньше в нашей, так сказать, культуре традиции. Ну, это все разные понятия, надо сказать. То есть, иудеи, это, они не евреи, они жители иудеи. А почему иудея возникла? Ну, потому что нам в свое время выдвинули ультиматум, что мы должны ввести перевоплощение, потому что у нас же были люди бессмертные, мы уже говорили об этом, то, что у нас были человеки и были человечи. Человечи – это те, кто вечно жил, человек, которые жили всего лишь на всего один век. Внедрение вот именно этой идеологии перевоплощения, то есть внедрение смерти, да, так предписывал нам ультиматум. А против нас встали, в общем-то, это мирсветовой совет, потому что наши предки были на очень высоком уровне, как пишут веды, они были повелителями вселенных, ну, потому что повелители космоса – это повелители вселенных, космос – это параллельные вселенные все. Их много, можно сказать, бесконечное множество. И поэтому у нас сразу произошел раскол. Одни не хотели внедрять у себя смерть и умирать, они хотели оставаться бессмертными, а другие хотели все-таки внедрить смерть, но перейти на ее перевоплощение, понимая, что смеж световым сообществом шутить не стоит. И вот за одну сторону выступил Владимир, но он не князь, как нам рассказывал, он царевич, то есть он сын царевича, цесаревич. С другой стороны, ну, был сначала Иван IV, настоящего имя Переслав, вот это, кстати говоря, следует из легенд греческих мифов, ну, и греческой истории, потому что если проводить параллели с нашей историей, да, то там, ну, они видны, хотя там, конечно, количество детей не совпадает, вот, количество жен не совпадает, но понятно, что нам постарались уже все поменять, но все равно имена особо-то не меняли, не заморачивались, ну, те, кто фальсифицировал историю, естественно, ну, и вот разразилось столетнее противостояние, это нельзя сказать, что это была такая война, она то вспыхила, ну, конфликты были, естественно, но из-за того, что у нас было 27 планет в Солнечной системе, но сейчас мы видим, что у нас осталось только 4 планеты, Меркурий, Венера, Земля и Марс, Юпитер, Нептун, Сатурн, Уран, это не планеты, это потухшее Солнце, потому что они имеют такое расстроение, как и наше Солнце, только наше Солнце, оно горит, светит, но хотя оно поменяло свою светимость, оно было синим, и оно на фресках в Египте такое и рисуется, синее Солнце, и профессор Легли в свое время, это XI век, определил, что да, оно было синим, но вот последние где-то там 100 лет оно пожелтело, то есть оно уменьшило свою температуру, синий Солнце, они высокотемпературные Солнца, но у нас в Солнечной системе такие есть, цивилизации, имеющие синее Солнце, и синий, и даже фиолетовое, у нас чем, ну нам говорят, холодный цвет, да, тем, значит, оно имеет большую температуру, и поскольку, значит, разделились, эти планеты, они, кстати, вообще вращались-то не около Солнца, как сейчас, они вращались за Нептуном, и у нас год, вот у Нептуна 165 лет год длится, и у нас там все планеты, вот эти 27 планет, вращались, потому что сама Галактика светится ярче, чем наше Солнце, ну, а поскольку у нас только семь планет, признала вот это перевоплощение, и то частично, не все, а остальные не признали категорически, вот, их уничтожили, вот этот межсветовой совет, ну, пришел к мысли, что их надо уничтожить, и их уничтожили, и поэтому там возникло облако Оорты, но сейчас есть, которое, в общем-то, состоит из пыли, и оно, в общем-то, затмило свечение Галактики, у нас стало темно, и вот эти семь оставшихся планет, они вынуждены были, ну, наши предки, в данном случае Владимир, ну, и оставался еще Переслав, ну, то есть, Иван IV, транспортировать их к центру, ближе к Солнцу, в солнечную зону, потому что у нас здесь, ну, четыре, как бы считается, да, планеты, Солнце, еще, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, да, но транспортировка была достаточно сложная, у нас планета летела где-то около 30 км в секунду, расстояние между вот этими планетами, ну, не планетами, Солнцами, вот, от Нептуна к Урану, оно проходит где-то за 5 лет. Понятно, раз было темно, но планете воцарило соединение, и чтобы его избежать, наши предки топили лесами, отапливали планету, ну, так-то, если зажечь, там, иислород сгорит сразу весь, и тепло рассеется, поэтому рубили лес и помещали в воду. У нас, почему в океане, в 70 раз больше содержится углекислого газа, чем у нас в атмосфере. Ну, именно потому, что процесс гнения, это тоже процесс окисления, это процесс горения, тоже. В общем-то, мы таким вот образом, перемещаясь от планеты к планетам, мы к ней подгоняли нашу Землю, ну, и остальные 6 планет, ну, помимо нашей, да, вот эти 7 планет постепенно мы перегнали Солнце, ну, и распределили там Меркурий, Венера, Земля и Марс, ну, и там еще 3 планеты было. Они, кстати, до сих пор используются у нас в астрологии. Это Раху-Гетто название. И еще была планета Балта. А вот евреи, евреи, это жрецы Яви, им поручено, кстати говоря, хранить знания. Но я с такими сейчас с людьми, поэтому я могу точно утверждать, что Явхири, это наши жрецы, они были и в Руси, потому что Владимир же, он же Русь создал, он же крестил народ Руссу, поэтому мы русские. А Переслав, то есть Иван IV, он крестил Дею, поэтому иудея. Ну, нам сейчас объединили историей, да, но нас не только с иудеями объединили, нас объединили и с хазарами, вот сегодняшняя история уудеев, да, это хазарская история, но объединение было тем, что надо было, как бы, что мы, как бы, свободны, да, у нас своя история, вот, и тут вроде как эти ни при чем, завоеватели, римляне, в том, что у нас же была сначала Римская империя, у нас установился рабство, да, и вот восстание, последовательное восстание у нас не потому, что эти там ходили походами зачем-то, да, с доданием или еще зачем-то, но это тоже лапша очередная, мы восставали наши все деятели, начиная от Одина, Один от Дмитрия Донской, восстание его, перед этим был Холопка, восстание было, вот, Холопы, это, было и крещение Холопки, да, и поэтому Холопы были, когда Одину крестили, Адонайцы были, когда Вене крестили, Венами, они были, мы так и были Венами, нас прибалты до сих пор Венами зовут, вот, ну, и в потере Кокеиской Печорской Лавры описано пять крещений, там, Ольге, Кресту, тому же самому, Стиславу Далому, вот, пять описано крещений, но это тоже лапша, в реальности было крещение, вот, Одину, Колопке, ну, Вене, но Вене уже крестила Малоруссия, потому что каждое крещение, каждая реформа, она, в общем-то, раскалывала народ, потому что не все понимали, что делать Владимир, ведь Владимир сначала вел Танах, то есть ввел перевоплощение, потом вводит язык у нас русский, русу, крещение было, потом Авеста появилась, да, потом объединяется с Баяном, Баян, он был на стороне Ивана IV, а потом он из-за того, что он был против убийства, потому что они вот первозаконие было в Иудее, первозаконие, они разрешили убивать завоевателей, а у нас эти столкновения всегда кончались превращением завоевателей в неопасные формы, ну, которые не могли ответить, то есть там выращивали челюсти, что они не могли звуки произносить, выращивали рога, которые парализовали там волю, например, да, или зрение, зрительное общение, вот, а тут убийства разрешены, понятно, не все, ну, была мораль такая, не убивать, но тут убивать, понятно, что было разделение и баян, в общем-то, перешел к Владимиру, они объединились, объединились и создали вот зента весту, а зент это как раз убоевая песня, и баян убаюкивать, откуда бой, баять, это способ, значит, не превращения, а вот как расправлялись с рогом, то есть его усыпляли и полнели, а в Библии написано второзаконие, а первозакония нету, у нас вот сама Библия, вообще, старовера называют септагентумом, ну, эти тоже называют септаги, как-то так, витивата, но септагентум тоже звучит, то есть это седьмая редакция канона, и у нас была действительно стих, Танах, это Владимир принял, это с перевоплощением связанное со смертью, дальше, значит, Авеста, это введение звукового языка в качестве способа общения, не только с целью, значит, воздействовать на врага, но и общение, потом Зент, Авеста, но это объединение с Баяном Владимиром, потом ввели Талмуд, потому что Владимиру предъявлено было пожелание такое, чтобы убрать всех богов, он и так от 70 тысяч богов отказался, которые у нас были, то есть у нас до 70 тысяч доходили люди, он только оставил 6 богов от Владимирского пантеона, а они сказали, давайте убирайте, у нас в галактике, да и вообще во вселенной много цивилизаций, у которых нет богов вообще, но это короткоживущие, это одновневки цивилизации, ну потому что когда нет богов, как говорил тот же Достоевский, так все можно, все позволено, а Циолковский говорил, что любовь это закон земляного тяготения, мы в реальности, когда из притяжения можно что-то создать, если есть ненависть и разрушение, создать ничего нельзя, но и такие цивилизации, они почему так быстро гибнут, ну потому что нет богов, есть долго живущие цивилизации, там есть боги, но их немного, ну какой-то количества богов есть, а у нас числа боги были, а количество чисел не ограничено, то есть у нас бесконечное число богов, и поэтому мы долгоживущая цивилизация, мы могли жить Галоповой, Цару, это приличные числа, ну и потом видите астрономия, которая нам преподает, она вся неправильная, во-первых неправильно вычислили расстояние до звезд, они у них астрономические получились, там миллионы лет световых, у нас галактика 105 миллионов световых лет, в то время как у Платона в диалогах по-моему описано, он беседует с жрецом Египта, и тот говорит нас каждые 2000 лет Солнце встает в одном созвездии зодиакальном у нас их 12 вот 2000 лет Солнце бегает все 12 созвездий то есть 24 тысячи лет лет Какие 250 миллионов Это исторический документ которому можно верить его почему-то не исправили А нашему астроному подсказали если вы хотите жить то будете говорить то что мы вам скажем Понятно когда 250 миллионов световых лет кто никуда не полетит и даже думать в эту сторону не будет когда знаю что 24 тысячи лет и в принципе ближайшая к нам звезда Альфа Центавра она в принципе граничит с нашими планетами но с нашей солнечной системой ну так система к системе очень близко и Нибиру которая вращается и вокруг Альфа Центавра и вокруг Солнца она оборачивается за 3600 лет ну это вполне нормально если у нас долгожители там ну и тот же самый Адам по Библии которые нам известны они всего-навсего ну по тысяч жили это Библии написано но в реальности конечно намного дольше потому что в Вавилоне царей там у них всем царей было но это когда я читал эту историю сейчас уже говорят 20 с лишним царей то есть у них было семи царствия как и у нас потому что у нас 4 Ивана 3 Василия на семи царствия вот и у Идеев тоже было семи царствия им сейчас историю раздвинули нам потому что мне ну вот которые хранители и Африи и Африи они говорили тоже о семи царствия и получилось что вот евреи и Африи это житцы иудеи это жители иудеи французы это те которые в общем-то победили победили там были бурбоны и были бонапарты но говорят это франция нет это Рим это все наместники Рима ну и бонапарт победил у нас все династии после Александра первого это все уже бонапарты все вот эти ну которых я с Романовым Романовыми их назвали тоже в годы советской власти так они в общем-то и были бонапартами а слово жиды жиды это вообще аббревиатура у нас вот есть аббревиатура бомж например без определенного места жительства бич бывший интеллигентный человек но это аббревиатура вот в этих вот спецслужбах и жид тоже был в спецслужбах это жандарский император доносчик во время советской власти у нас за слово жить можно было сесть за слово француз тоже а за евреи ничего не было поэтому всех объединили называть стали евреями но это все разное в реальности поэтому в общем-то у нас евреев не любили их всегда преследовали преследовали не только люди ну то земляне преследовала вот эта вся полиция от света от светового этого сообщества но почему свет именно потому что у нас все чудеса света не галактические чудеса не вселенские не космические а света то есть это на весь свет но один из главных таких чуд это логос который находится в центре земли его построили и Владимир он все-таки когда его принуждали выбросить всех богов он все-таки оставил одного и того расправили на три то есть бог отец бог дух бог сын то есть он сохранил в какой-то степени божественность ему это ставит вину сейчас ну понятно сейчас никто ничего не знает Владимир сыграл большую роль в сохранении жизни нашей цивилизации как никто другой потому что все кто был за бессмертие погибли все у нас в принципе сейчас тоже есть организации которые в общем-то но считают что они достигли бессмертия но это был такой Богданов в советском правительстве но у него другая фамилия Фолькештейн по моему его периодически видят до сих пор он приходит Фолькештейн да вот он додумался что можно омолодиться через кровь и Сталин оказывается сейчас живой ну все кто отработали свое назначение здесь на земле их забирает так называемый остров миллионеров о котором впервые нам сообщил Валентин Зорин ну это известный политолог еще в годы советской власти работал он вот обозревателем ну он был аккредитованным журналистом и в Соединенных Штатах и ну много книг написал в Соединенных Штатах ну немного там одноэтажная Америка интересные книги но в то время всяком случае сейчас то это сейчас никого не удивишь этим вот и в частности вот эта книжка остров миллионеров она кстати говоря вышла и исчезла тут же но я успел ее прочесть причем мне ее дали я ее не смог купить вот и помимо этого общества есть еще общества которые в общем-то тоже достигли бессмертия ну в частности у них идет поворачивание временных процессов вспять и они могут старика превратить в юношу в ребенка и вплоть до яйцеклетки то есть полностью идут процессы обратно но самое интересное что они поворачивают обратно от процесса да человек ведь не помнит после того вот ну было ему допустим 60 сделали 20-летнего вот он 20 лет помнит а все что после 20 ничего не помнит вот такие вот штуки у нас тоже есть это тоже очень законспирированная фирма но она в общем-то функционирует но я не буду называть цифры там короче говоря это есть возможно еще есть не думаю что это отдельно во всяком случае вот у нас ведь очень много микроцивилизаций и у нас на земле много микроцивилизаций которые имеют всевозможные достижения но они никуда не лезут никак не представляют ни с кем не контачат но они живут сами по себе но они тоже бессмертные они не размножаются и на нашу землю особо-то не претендуют хотя есть те которые претендуют естественно очень много вот так называемых вольных каменщиков но это в начале двадцатого века одна из лож Англии постановила что масонов надо называть вольными каменщиками а вольные каменщики это в действительности земляне способны переходить из одного пространства в другое но они путешествуют и они почему каменщики потому что они с каждой области в которую они попали они берут камушек кладут его в сумму и в общем-то путешествуют по миру и по тем местам ну где они живут ну вот один такой вот ну это не один когда мы ездили собирали вот эти интересные факты ну вот такой факт значит человек который занимается целительством в этой деревне старики они говорят что когда они были еще детьми он тоже значит был но потом ушел вот ушел а вот сейчас он снова пришел снова занимается целительством он нисколько внешне не изменился он такой же вот 50 лет он живет но потом уходит уходит в другое место там поживет потом еще в другое место и вот он так вот живет но он не умирает он не стареет методы вот эти которые владея которыми владели наши предыдущие цивилизации они известны известны в принципе ну кто захочет потом можно будет поговорить о них эти знания они кто ими владеет он попадает в поле иудеи то есть он может разделить судьбу иудеев на это информация смертельно опасно но что владимир сделал ведь он же принял решение жениться на антке но византии византии воевала с иудеей все время византии там была смертность но они как жили недолго но владимир как бы особо то ведь не лез в эту войну да он и не воевал фактически но вот он сделал предложение принцессе византии анне и женился на ней ну под благословление императора византии роман тогда был изменил имя у него было владимир у него сначала была там сема какой-то сейчас я уже не помню но у него православное имя было владимир это не православное это звание владимир потому что владение да лада лада и мир но это все приветствие это все функции божественные поэтому звания они строились по функциям богов имена строились по именам богов и у нас есть вопрос как тебя звать и как твои имя это разные вопросы и вот когда он принял так сказать византийское подданство у него имя стало Мавасол вот когда ему построили мавзолей Владимир а ему мавзолей построили все-таки назвали мавзолеем потому что Мавасол когда Роман умер престол занял Владимир и он уже получил императорское имя Соломон но в силу того что он во-первых прекратил столетнюю войну во-вторых Византия объявила войну Песеглавцам у них же был Трумверат Песеглавцы Песенаги и Анты ну и Византия вылетела из этого Трумверата и в принципе ну она не победила но она и не проиграла но Анна вместе со своим любовником Асмодеусом они построили так что Владимир потерял престол его выгнали из борца и вот пред Соломона в общем-то все вот эти потому что Владимир бродил бродил по Византии но и был в конце концов убит но его похоронили не как императора а как Мавасола поэтому Мавзолей ну вот почему у нас было семь планет здесь это следует из того что случайно была обнаружена монетка с изображением Ивана четвертого где написано было царь значит повелитель семи планет и небес семи планет и поэтому семь внутри было уничтожено вот это вот Раху Кету и Балту их уничтожили но осталось четыре планеты земной группы потому что было 27 планет земной группы и было шесть планет Солнце Юпитер Сатурн Уран была Прозерпина между Ураном и Нептуном был Редан вот шесть планет и когда двигали планеты к центру в солнечную зону вот они крутились вокруг этих солнц и набирали так сказать тепло потом опять двигались ну и пока двигались они жгли вот эти заповедные леса они же были огромные ну и вот сожгли в конце концов остались небольшие ну а те которые роняли вот горы горы же это тоже остатки леса гигантских деревьев потому что вот подложка то что осталось под горой она совсем другая химическим составом чем сама гора а гора это окаменевшее дерево окаменевает растение очень быстро в реальности там говорят про тысячи лет нет там два-три года она может превратиться в камень достаточно создать условия но такие условия были в свое время ну и потом у нас смотрите вот если кратко говорить историю как у нас получилось у нас было сначала апокалипсис который привел к гибели двадцати планет но потом еще трех и двух солнц вот иридан и прозерпина вот погибло около трех тысяч вот эти океаниды которые в греческой мифологии вот они находились за нептуном сразу вот этот пояс который называется рассеянный диск это вот как раз погибшие вот эти луны но они небольшие планеты а у нас все заселено у нас 10-20 километров осколок и он бывает заселен ну потому что перед перенасыщение перенаселение нашей солнечной системы там еще значит погибли все вот эти вокруг нептуна там урана вращались тоже планеты ну как планета это не планеты это в общем-то лунные вот потому что но они были обитаемые они были обитаемые там светил но нептун и уран и юпитер сатурн они все светились а почему они сейчас потухли ну потому что жизни не стало солнце поджигает жизнь потому что солнечная система это сепаратор в центр летят все легкие частицы вот все эфирные излучения которые делает жизнь да она вся концентрируется на солнце и солнце поджигается в конце концов а сейчас там не стало жизнью ну или она загнана внутрь планет ну через толщу планеты пусть даже оболочка прорваться к звезде проблема ну и поэтому они потухли совсем недавно все произошло вот но у нас заживет потому что Марс до сих пор обитаем но Земля тоже обитаема Венера тоже обитаема но здесь сложности какие во первых вот нам говорят что там 90 атмосфер и 400 градусов ну вот я позволю себе усомниться в этих цифрах по той простой причине что когда рассеиваются облака Венера очень плотным слоем облаков покрыта вот когда она рассеивается эти облака там видны коричневые континенты коричневые зеленые ну горы коричневые леса зеленые голубые моря ну не моря озера то есть как на земле ну если там зеленые насаждения какая какие 400 градусов ну и потом не помню имя этого ученого который расшифровал вот эти снимки Венеры у нас станция Венер туда приземлялась привенерялась там он увидел и скорпиона и змею которые проползали мимо вот этих камер ну понятно что его там освистали не может этого быть ну у нас потому что в общем-то правят не ученые не наши политики правят за кулисы она что хочет то и делает нас надо держать в невидении ну и нас держат так вот все эти так называемые высокоразвитые цивилизации которые нас покорили они вовсе не высокоразвитые да у них есть там технические достижения но внутренних достижений у них никаких не может быть по определению потому что у них нет божественной системы божественная система позволяет все время врационировать каждое число нужно освоить а у нас помимо чисел число богов еще были марки а марка это система божественная система в которой в качестве бога берется ну не число а может взяться слово например в библии же написано сначала было слово и слово было бога и слово было бог то есть само слово было богом это тоже марка слов бесконечное множество может быть и мы можем их намаливать эти слова с помощью тех же слов которые уже намолены и приобрели потенциал аномалии мы еще больше даем потенциал слову и в конце концов возникает положительная обратная связь которая приводит к росту этого божественного агрегата может быть запаха боги могут быть хрона боги вот я в цивилизации дрели прославной цивилизации одиннадцать таких или тринадцать я не помню писал но я их там порядка ну около трех десятков я точно не могу сказать да и не считал честно говоря вот ну а их эта система тоже открыта у нас есть все было открыто новую систему пожалуйста марку новую пожалуйста все пожалуйста новый атрибут материи тоже пожалуйста создавай внедряй делай поэтому у нас система она была очень такой открытой атрибутов было немерено в материи нашей потому что мы их создавали эти атрибуты если человек обрел какое-то качество новое он может передать это все всей материи которая его окружает ну и потом у нас мы уже говорили каждый год происходит повторение событий ну то есть в один день идет повторение с прошлым годом точно такое событие и этих событий если они как бы не вовремя повторяются разбросы какие-то возникают ну мир начинает делиться потому что размножение это тоже атрибут материи вот почему там детишки писали у нас дневники и сейчас некоторые пишут на генетическую память писали чтобы не было повторений потому что это может привести потом так называемую циклону но у нас сейчас циклон идет уже в галактике он уничтожает фактически все планеты которые туда попадают ну через 60 тысяч лет вроде как и нас должно задеть и это повторение оно происходит не только у нас в Солнечной системе с нашими планетами с нашей цивилизацией оно происходит и каждую эру эра 24 тысячи лет вот каждые 24 тысячи лет вот у нас произошел апокалипсис Армагеддон потом этот Хазват это все повторяется в одно и то же время вот с 24 тысячи лет мы ведь вычистим все от пыли всю нашу Солнечную систему мы восстановим все эти погибшие планеты мы их размножим просто напросто но Солнце не размножаются но звезды не размножаются они светят на все пространства вот одновременно сразу всем а вот планеты размножаются сами размножаются а Солнце можно размножить они естественно способны размножаться но искусственных можно размножить поэтому мы можем и Гридан размножить создать восстановить и Прозерпину можем восстановить и все, что вокруг них, все восстановить. Мы все это восстановим, чтобы через 24 тысячи лет снова произошел апокалипсис, потому что все повторяется. Но вот это явление размножения и повторения, оно, в общем-то, говорит о том, что можно радоваться тому, что сейчас вот эти цивилизации пытаются сохранить свое влияние на Землю. Ну и на все вот эти цивилизации, которые сейчас, те же вот Калисто, Европа, спутники Юпитера, они же все ушли под землю. Они уже не изучают. Ну и их можно тоже, в общем-то, восстановить все. Ну и все, что сейчас происходит, вот оно идет к тому, что мы должны быть освобождены. Я не знаю, как это произойдет. Может быть, все-таки те же Магелланы откликнутся. Может откликнутся. Но этот откликнулся, Межгалактический Совет, он в интернете целый видеофильм представил, обращение к нам, к Волку. А в Галактике УОК принят, в принципе, в коалицию, в Галактическую коалицию, ну в нашу коалицию, где и Плеядцы, где и Орионцы, ну все. Мы приняты. Ну, мы как движение приняты, не как цивилизация. Как цивилизация нас примут, если мы будем иметь 10 тысяч человек. Ну, у нас даже 2 тысяч там не наберется в реальности. Но, тем не менее, у нас шанс есть. Шанс есть, в общем-то, превратиться в цивилизацию. Тем более, если эту цивилизацию будут уничтожать. Сейчас готовят ядерную войну. Ну, потому что у них пандемия захлебнулась. Войну с этой, с Украиной, она тоже захлебнулась. Не дала тех результатов, которые они ожидали, не переросла в общеевропейскую войну. Ну, и поэтому им остается только одно – развязать ядерную войну. Ну, что, у них же план на Гавах и есть. На Гавах, как мы уже говорили, это сегодня, в общем-то, в нашей галактике единственная. Ну, она, в принципе, не единственная, но наиболее распространенная валюта по обмену с другими цивилизациями. Ну, это своеобразные деньги, как у нас. Ну, у нас, в общем-то, задают тон, это Орион. Вот Орион, он, к сожалению, рулит. То есть, он несет эти традиции денежные, денежные отношения. Это, понятно, это низкий уровень. Но Орион с особо-то, они не претендуют на высокий уровень. Живут, как живут. Кстати, там, среди них много очень людей, наших цивилизаций, которые приняли эту идеологию. Ну, и потом, у нас ведь уничтожили 20 планет, да, с них бежал народ, бежал, ну, конечно, на Землю прежде всего, ну, и на другие планеты. А там, поскольку взорванные планеты, они дали пыль, у нас Солнечная система, там образовалось облако Уорта, оно закрыло, в принципе, проникновение света на Солнечную систему, и поэтому там наступило похолодание, оледенение, можно сказать. И поэтому стали гнать эти планеты к Солнцу. У нас вот четыре планеты больших, это вот Епитер, Сатурн, Уран и Нептун, да, это не планеты, это Солнце. Но это потухшее Солнце, потому что они состоят из тех же веществ, что и Солнце, то есть там гелий и водород. Но сейчас там понятно, что жизни нету вокруг этих планет, но в этих Солнце, и поэтому оно потухло, потому что Солнце поджигает всегда жизнь. Они излучают легкие составляющие, и, в общем-то, эта система планетная, она работает как сепаратор. В центре всегда легкие частицы формируются, а планета, она ведь не только вокруг себя крутится, она обычно еще крутится, как бумеранг вокруг орбиты, вокруг какого-то центра. Ну и поэтому планеты создают Солнце, а не как вот сейчас считается, что от Солнца отрывается кусок, и это планета. Там в действительности отрываться нечем, она, как правило, газообразная среда. И у нас, в общем-то, получилось, что погибло, помимо вот этих планет, еще 939 спутников. Но спутники, они были не только вокруг планеты, они еще были, вот сейчас вот так называемый рассеянный диск есть за планетой Нептун. Там было около 3000 еще так называемых океанит, которые, в общем-то, названия все погибшие планеты и спутники. На их базе была создана греческая мифология. И вот сейчас, вот даже анализируя ее, можно сделать, сколько у нас в реальности было планет, а у нас в реальности, как вот 20 у нас погибло планет, да, сразу, это те, которые не приняли перевоплощение. И потом еще погибло 3, уже когда перегнали планеты к Солнцу поближе, да, погибло еще 3, это вот как раз погибло Кету, Раху и Балта, 3 планеты. Они вот образовали как раз пояс астероидов, они тоже не приняли, в конце концов. Но они скрыли, так сказать, у них двоеверие было проявлено. И выявляли бессмертных. Как раз начался так называемый газват, который уничтожал тоже всех, которые придерживались бессмертия, всех людей. Ну и у нас внутренней Земли, у нас внутренняя Земля, она оттуда вынут был грунт, да, и было создано 12 лун. Эти 12 лун тоже, ну, 11 погибло, а осталась только одна луна. Ну и вот эти 3 планеты погибли. И там сейчас пояс астероидов, он как раз длиной 1 астрономическая единица, да, а астрономическая единица у нас равна 150 миллионам километров. Если посмотреть вот настроение Солнечной системы, у нас идет Меркурий 50 миллионов километров до Солнца, потом идет Венера 100, я грубо поговорю, но, конечно, не чисто 100 миллионов километров до Солнца, потом Земля 150, потом Марс 200, ну, он там 220, ну, практически 200 можно считать. То есть вот эта закономерность, она видна. А вот потом идет сразу вот этот вот пояс астероидов, он как раз идет уже на 250 миллионов километров, и ширина как раз одна астрономическая единица, то есть 150 миллионов. То есть там 3 планеты должно быть, их нету, то есть они уничтожены. А вот Юпитер, это уже 760 миллионов километров, а они уже по другому закону располагаются. Юпитер потом, ну, значит, 5 астрономических единиц, условно будем говорить. Дальше, значит, идет Сатурн 10, то есть тоже опять вдвое удваивается, да. Потом должно быть 15, а тут нету. Тут, потому что была Прозерпина, ее тоже уничтожили. Потом опять 5, идет уже Уран. Вот это получается 20, да, 20 единиц. Потом идет 25 по логике вещей, ее там нету. Это уже идет Эридан. Эридан, ну, он у нас остался в этом. Прозерпина, она осталась в астрологии, а Эридан у нас на земле зафиксирована. И речка там, и в наших легендах там, не только греческих сохранились. И вот потом Нептун уже 30. Вот у нас, получается, 6 солнц вот этих маленьких было. Ну, у них были планеты, естественно, они тоже все погибли. Но их взрывали. То есть не просто, как вот, допустим, эти 20 планет, которые за Нептуном вращались, взрывали, и от них только пыль оставалась. А их раскалывали типа снарядов. Поэтому вот образовались все кометы. Кометы, они вот с водой. Вода обычно и камни. Такое строение комет. Они не только вращаются вокруг Солнца, но они вращаются и внутри Солнечной системы. После апокалипсиса, который нанес по Земле тоже очень мощный удар, появились вот океаны. У нас была земля как бы целостная, только в центре там были озера. А с севера и с юбы текли реки, вот эти озера. А получилось, что вот эти луны, которые взорваны были вокруг Земли, они стали падать на Землю. И поскольку образовались океаны, возникали потопы. Вот Олег Павлюченко обнаружил книжку, в которой было описано 16 потопов того времени. То есть это благодаря падению вот этих астероидов. И поэтому стали строить вот купол как раз, да, над Землей. И вот эти вот Геракловы столбы, которые, да, стоят, они как раз держат этот купол у нас. Но устроил в реальности Ярослав Мудрый, которого назвали Гераклом. Но в действительности он и Ярослав, к этой слову одинаково звучат. Поэтому Ярослав, и он превращен в Геракла у нас. Но и вот в это время как раз Владимир, он вводит реформу. Он ввел, значит, вместо канона у нас, это была священная книга главная землян, он ввел Танах. То есть он ввел перевоплощение. Но это, кстати, произвело как раз уделение на Русь и вот Иудею. А это привело к тому, что возникло столетнее противостояние Руси и Иудеи. Вот эта столетняя война, она была подкреплена, после Армагеддона начались, значит, крестовые походы. У нас их официально было 19. Но неофициально в действительности и больше, конечно, потому что там не о всех сообщено было нам. И Владимир стал вводить новую реформу. Он ввел звуковой язык и ввел соответствующую новую книгу. Она называлась Авеста. Авеста, то есть это мы уже как бы перестали общаться с богами напрямую. Только через язык можно было общаться. Ну а боги не все понимают этот язык у нас. Основной-то язык в галактике-то образный. Ну там есть и язык запахов понятный, язык движений. Но для нас это образный язык. То есть это то, что мы называем телепатией. Он ввел Авесту, но в это время как раз противодействие Иудеи и Руси ослабло. И назвал он Русь, объединенной Сизантией, Великой Русией. Вот и православие ввел. И православие это как раз обязательно перевоплощение. Вот сейчас вот то, что у нас нет перевоплощения, и никто за этим не следит. Хотя тризна, которая позволяла делать это перевоплощение, есть практически во всех языках европейских понятия. А самой тризны никто не делает. И поэтому, в общем-то, произошло выделение из Иудеи баяна. Баян, потому что он был против того, что там было введено убийство, разрешено было. Потому что раньше, что эти нейтрализовали просто противника, да, всякими способами. А тут ввели убийство. И поэтому баян, он разработал систему убаюкивания, да. Вот бой этого, убаюкивания фактически, да. И отделился из Иудеи, и обнился с Владимиром. И появилась Зент-Авеста. Зент-это песня. Зент-Авеста. Но она никакого особого деления там не произвела. А потом, значит, Владимира, в общем-то, вынудили убрать вообще всех богов. Он сначала отказался от 70 тысяч богов, которые у нас были, да. Он взял всего 6 богов. Это Владимирский пантеон известный. Но его принудили отказаться от богов. И он уговорил как-то их, своих захватчиков, что хотя бы одного бога. Ну и вот Талмуд уже, это было Едино-Божие. Едино-Божие, ну, когда один бог, это фактически, ну, уже, можно сказать, безбожие. Можно пока задать вопрос? Да-да. Вот очень хочется узнать, а какое вообще вот то, чтобы право, а вообще какие возможности имел Геракл, что он забрал у нас бессмертие, включил реинкарнацию. Как это вышло чисто технически? То есть у него, скажем так, есть полномочия вообще к тому, чтобы управлять нашим компьютером, что ли? И он там какие-то настройки поменял? Или как это случилось, что такая привилегия была ему дана? Ну, нас вынудили, значит, ввести, то есть ввести смерть. У нас же до 17 века могил-то не было, то есть были человеки, были человечи, вечные люди, и те, которые жили век всего лишь, те, которые приняли перевоплощение, ну, то есть приняли православие. Но это был способ выживания, иначе бы нас всех уничтожили. Поэтому, вот, Геракл, он, собственно говоря, тоже основоположник как раз древних православий. Он как бы предполагал, что кто-то может быть бессмертен, может быть, а кто-то будет перевоплощаться. Но его тоже убрали, именно потому, что про бессмертие было вообще нельзя говорить. Вот, осталось только вот как раз Владимир, Владимир со своей реформой. Ну, то, что у нас, в общем-то, цивилизация была мощной, да, и высокоразвитой, ну, даже вот в 19 веке, да, у нас есть песня «Сюда я вселенную проехал, да, нигде мило не нашел». То есть вселенная это ведь огромное пространство, которое мы могли бы раздеть. И потом эта песня написана, ну, во всяком случае, еще Глинка, он ее обрабатывал, а он в начале 19 века, 1884, он родился только и в 57 году умер. Ну, то есть, вот в этот промежуток он обрабатывал, то есть, еще в это время летали люди, бразили вселенную. Ну, и потом у нас, смотрите, вселенские соборы ведь проходят не общепланетные, не всемирные, а вселенские. То есть, это получается, что вся Вселенная съезжалась на соборы. Вот, и Земля считалась, что она есть с Вселенной. В реальности, ведь мы, если географически смотреть, мы находимся ближе к краю вообще нашей галактики. То есть, никакого центра геометрического нет. То есть, это культурный был центр нашей земли. и, в общем-то, получается, что наши предки были очень высоко развиты. Ну, по сравнению, конечно, с сегодняшним состоянием. Ну, и нас смогли опустить. А вот те, например, люди, которые не приняли, допустим, православие, их это тоже коснулось? Или вот даже если взять сейчас на наших, скажем так, людей, которые сейчас живут, допустим, они не принимали православие, а их в детстве покрестили, потом они сделали раскрещивание, потому что они были с этим не согласны, им как бы навязали. Это считается? Так они все равно раскрещивались, если они выходили из православия, подписывались, и, в общем-то, приговор. У нас, видите, в реальности было пять крещений. В потере Киевской Печорской Лавры пишут о пяти крещениях Руси. Ну, там пишут, что Ольге крестили, Мстиславу, Кресту, но это не так. В реальности был крещен. У нас кому крестили, тому присваивали число один. Вот крестили Одину, да, Один это вообще Дмитрий Донской, как он нам сейчас говорят. И у нас число один появилось. Крестили Разину, да, у нас появилось число раз. Крестили Марини Минишек, у нас манихей Моно получилось. Вот Одину Кадарь крестили Адонайцы были. Вот Разину Россияны появились. Вот Колобк, когда крестили, у нас число Кол появился. Ну и соответственно у нас все вот эти крещения, они сопровождались тем, что были всевозможные и социальные реформы. То есть от нас вот отделилась это Малорусия, Белоруссия, но Белоруссия нам что-то балла, Руссия. Балл это звучащее. Вот то, что мы сейчас говорим Червоная Русь, да, это чарус в реальности. Чарус в Русь это те, которые это не Красная Русь, как сейчас говорят, это те, соблюдали чары. Чары это тоже числа, отношения чисел. Ну и там Синюю Русь, да, Красная Русь. Вот сейчас уже говорят, что Тартария была, но это тоже свист, Тартария не было. Тартария была, но она очень маленькая, потому что погибших это люди, которые вышли из подземелья. Мы успели выйти. Ну и у нас как получилось, когда был нанесен удар по земле, там же огромные ямы, 40-километровые получились, глубину. Вот их засыпали как раз вот этими останками лун, их полностью засыпали. А потом опять был, вот когда уничтожали эти три планеты, Кету, Раху и Балту, да, это было как раз газоват, который уничтожал всех, кто придерживался бессмертия. и вот у нас почему-то кто долго живет, тоже уничтожает. Ну потому что они может быть знают секрет бессмертия, поэтому стараются убрать на всякий случай. Вот это и постановление там того же Петра Первого трехсотлетних там уничтожать. Перед этим уничтожали пятьсотлетних, который так хетты, так названые или геты, по истории, которые в общем-то стали известны. Ну Хепов тоже уничтожили. Но Хепов раньше уничтожили, это кто эпоху жил. У нас в реальности вот Эра, да, это 12 у нас созвездий зодиакальных и по 2000 лет у нас длится эпоха. И 12 эпох получается 24 тысячи лет. Нам же говорят про 250 миллионов лет. Земля вращается с Солнцем вокруг центра галактики в реальности за 24 тысячи лет. Но это потому, что неправильно определяют расстояние до звезд. Методик вообще не выдерживает абсолютно критики. ну и поэтому вот кто прожил эру техфер или геры ну герцоги откуда то прожил значит этап helt где-то и кто прожил эпоху hill херп". Потому что вот этот херь, который мы буквой Х называем, это вообще обозначение человека. Ну а кто прожил четыре эры, это Эон называлось, и это был Хаон или Хан. Вот у нас и Ханы были, да. Кто вот, холопки был крещён, да, это же были холопы, да. Но они стали у нас рабами, а вообще-то те, кто крещены были, холопка. Почему крещения были придуманы? Потому что Византия, которую возглавлял сначала хан Ануман, да, он принял православие, да, и с помощью этого православия, в общем-то, нас стремился как бы убрать всех богов, ну, как бы против нас их настраивал. И поэтому были введены вот спасы, вот пять спасов, в которых, в котором были мы крещены. Вот колопка там, крестас, первый самый, это мы русу были крещены, Владимир крестил, не крестасу, как там сейчас говорят, а именно русу. Русу он проходит в греческих мифах, на истории, как Прометей. Он же дал нам огонь, вот язык и огонь, они звучат-то практически одинаково. Фаер, да, фарингит, откуда, горло, ну, или язык. Ну, и огонь переводят, ну, и запутали нас. А в реальности, благодаря Владимиру, в общем-то, мы владеемся с русским языком. Русский язык – это, в действительности, оружие. Мы вынуждены были отказаться от числа богов, да, у нас их 70 тысяч было. Но у нас было много других марок. А марка – это система тоже, божественная система. Вот слово боги, да, ну, числа боги – это числа, да, а вот слово боги, их там много очень богов. Дальше, значит, буква боги. Буква вообще – это слово бога, бог идет, да, запаха боги, хрона боги. Ну, их больше двух десятков вот этих марок у нас было, от которых отказались. В реальности-то их еще больше, но нас вынудили отказаться, а иначе, значит, уничтожение. Владимир все это принимал, но он смог сохранить хотя бы одного бога. То есть у нас все-таки божественная система сохранилась. Все цивилизации, которые имеют хотя бы, ну, там, сколько-то богов, да, но они долго живущие. А когда бесконечное число богов, они, в общем-то, вечные цивилизации, у нас было бесконечное число. А так, в основном, все цивилизации, которые безбожные, да, они однодневки. Вот нас ведь захватили вот так по плану примитивные цивилизации, которые, ну, живут очень недолго. А мы, в общем-то, ну, то есть вот тот же Холоп, это тот, который прожил Колопа. А Колопа это 4,3 миллиарда лет. То есть 4 миллиарда 300 миллионов лет Колопа. Ну, а кто прожил Сару, Сару-то, это уже 4 квартальона лет. Ну, представляете, царь, это титул, титул долгоживущего человека. И у нас сначала был Данах, ввел переоплощение Владимир. Потом, значит, была Авеста, введен язык русский. И дальше была Занта-Веста, это искусство боя, да, то есть усыплять противника. Дальше у нас был Талмуд, это едино-божие, да, введено было. И потом уже Александра Блечиславовна, это супруга Невского Александра, ввела ЗААР, где разрешено было, во-первых, иметь много жен, потому что мужчин тогда уничтожили всех. И тот же Владимир, он имел 300 жен и 2000 наложниц. Ну, он принадлежал к великим моголам или велемаге, это династия у нас царская. А вот тот, который нас Тимуром называют или Тамерланом, он к моговеям относился. Моговея, у него было 14 жен. Почему так много? Ну, во-первых, надо было восстанавливать популяцию, да. А во-вторых, вот Владимир так бы знал, что грядет царь, и он старался как можно больше наделать детей, чтобы, ну, сколько-то смогло выжить, и потом уже могли сделать избрание царя, вот из тех, которые сохранились. Ну, и, конечно, множество, много очень уничтожили, и годы инквизиции, и всяких там репрессий. Но, тем не менее, они есть, эти вот потомки. Они, правда, могут и не знать об этом, но кому надо, те знают, что есть такие вот царские династии, они не погибли. Вот, можно, какие привилегии имеют царские династии, вот даже если они не знают о том, что они царские династии, какие у них есть привилегия именно энергетически, может быть? Да, у них никаких особых привилегий нет. Но вот Сундуков Виталий рассказывает, что никто не хочет там вот в этих племенах становиться вождем, потому что вождь есть последний, в бой идет первый, там какие-то вещи или еще что-то, значит, он все отдает. То есть он делает все для своего народа, для своего племени. Но то же самое и царские династии, они старались сделать для своего народа. А у нас, видите, когда вот вели вот это единобожие, да, но фактически это, ну это не безбожие, но все-таки это очень сильно ущемляет божественную структуру. А как еще Циолковский говорил, всемирный закон тяготения, это закон любви. Есть притяжение, да, что-то созидается. А если есть отталкивание, ну ненависть там, разрушение, то есть все разрушается. Ну вот, ну и Достоевский у нас тоже говорил, что если нет Бога, значит все можно. Ну и потом у нас атеизм-то, он в какой-то степени насаждался, да, и в общем-то сыграл свою роль. То есть люди перестали соблюдать эти морально-нравственные законы, принципы. В общем-то у нас все, что творится сейчас в обществе, распоследствия безбожия. То есть люди ничего не боятся. Ну, сейчас тем более все сделали, значит, в следующую жизнь, да, наказание, то есть карма. Ну и поэтому никто не беспокоится, что будет в будущей, следующей жизни творять все, что хотят. Ну и потом, когда Владимир уже, он прекратил зато столетнюю войну, и более того он напал на римлян. Римлян, то есть из-за этого антов вычеркнули из Триумвирата. Там были Песеглавцы, Песенаги и Анты. Триумвират. И там вместо трехглавого орла стал двуглавый, но он у нас сейчас двуглавый. Это символ Византии. Ну, мы его обеспечили, потому что мы находимся под ними на сегодняшний день. Ну и потом из-за этого Владимира Анна, в общем-то, постаралась убраться с престола. И он, в общем-то, закончил жизнь, ну, будем там говорить, уничтожить. Ну, да не что, не успел дожить, его убили. Ну и потом у нас, видите, известно, что каждый год, да, в один и тот же день, с прошлого года там постараются события. Почему вот писали дневники, и детишки, и взрослые. Для того, чтобы как можно меньше было вот этих изменений. Потому что 30% изменений, и планета, она начинает делиться. Потому что у нас процесс деления, это как атрибут материи, он вложен в материю. И все делится. Вот, и планета делятся, и леса, и все. И потому что у нас вот эти, осталось 5000 дел, не о двойниках. То есть, когда они разделились, и они остались в одном месте. И благодаря этому делению, у нас появляется много вот этих рожденных пространств. Ну и мы туда, в переиске, проникаем, ходим. Да, очень интересно. Так, сейчас кто-то все-таки может возобладать бессмертием, учитывая то, что с каждым годом, даже вот в ютубе, все больше роликов, люди, которые перестали стареть, и показывают людей, даже которым за 75, за 60, которые выглядят до 25. Есть ли вот у таких людей какой-то шанс? Или это не с этим связано? Ну, они просто знают секреты бессмертия, поэтому бессмертие это предполагает не старение. Ну и кто знает, у нас есть целые организации, которые считают себя бессмертными, да, но они не бессмертные. Это вот остров миллионеров, о котором в свое время Валентин Зори писал, да, вот туда все, кто, в общем-то, выполнил свою задачу на земле, да, туда помещают. Сталин, кстати говоря, там находится. И Сталин, он, в общем-то, появлялся здесь, в нашем правительстве, во всяком случае, Владимир Путин поднял тост в свое время за здоровье Сталина. Умерших не поднимают за здоровье тост. То есть он появлялся и напутствовал как-то наше правительство. Но у них не совсем бессмертие. Дело в том, что вот если ешь, допустим, те же овощи, корнеплод, это же гибель растения, значит, там появляется гавах. А гавах, когда копится, человек все равно умрет. Если люди едят мясо, да, а у нас в большинстве есть мясо, это тоже есть в гавах. Ну, тоже, значит, в конце концов, может и 600 лет прожить, но все равно умрешь. А есть чисто такие, ну, вот как, например, Кощея Безмертная, они каждый день умирают, да, и воскрешают. А умирают они добровольно, перестают дышать. А потом, значит, из этого состояния, когда умер, надо снова самому жить. Вот они, понятно. Но если они едят мясо, они тоже будут стареть. Если не едят, то они будут очень болт, во всяком случае. Может быть, даже и вечно. Потом у нас, видите, есть так называемые вольные каменщики. Но сейчас вольными каменщиками стали мусонов называть. Это потому, что была в свое время ложа английская, которая постановила сейчас всех масонов называть вольными каменщиками. Но вообще они независимые каменщики, потому что они берут вот камни из тех мест, куда они могут телепортироваться, не только на земле, но и в параллельных пространствах. И они вот так, переходя, так сказать, из одного места в другое. Вот мы встречали такие вот описания, когда собирали всю эту информацию. Вот в деревню приходит человек, его помнят еще деды. Он был такой же, как вот и сейчас, он не постарел. И он занимался целительством, занимался, значит, сбором там всяких трав. Помогал там людям. Через 50 лет он уходит. Уходит в другую место, кто снова возвращается. Но вот это вот тоже, вот эти независимые каменщики, вполне возможно. Они тоже живут вечно. И они, в общем-то, из себя, можно сказать, представляют целую цивилизацию, потому что у них знаний. Очень много. За ними получается охотятся. Конечно. За всеми, кто не стареет, начинают ставить на контроль, получается. Да. Ну, пока мы захвачены, да, нас все будет ставить на контроль, будут уничтожать. У нас вот есть это зондеркоманда, которая убивает людей, которые, ну, долго зажить уже. Ну, убивает вот этим радио, там, всякими импульсным оружием. Нам не дает, может быть, тот, кто-то, и жил долго, но не дает жить. Причем, нас же еще отправляют на Гавах всех. Если и перевоплощение для нас существует, только если мы мало набрали Гаваха, то нам позволяет воплотиться. А вот старая цивилизация, которая, ну, и жицы, которые контролировали перевоплощение, следили за теми, кто перевоплощается. Вот, вытаскивали их с того света, клички там были. Еще до революции, еще, и после революции какое-то время клички еще были. То есть, выкликивали тех, которые надо воплотить обратно в эту жизнь. Но, и потом это все же осмеяно было. Но это все было под эгидой православия, дрель православия. А вот те, кто, получается, когда-то стояли у руля, ну, в честь которых назывались планеты, там, которые управляли какими-то общими планетарными процессами, но сейчас на какое-то время они себя забыли. У них та же самая участь, или у них есть какие-то другие привилегии? Нет, если они стоят на православных позициях, понятно, что у них возможность перевоплощения есть. У нас обычных людей такой возможности нет, потому что мы находимся во власти, вот как Даниил Андреев писал, во власти Дьяволосов, то есть на том свете управляются Дьяволосы. А это погибшие анты, но они, кстати говоря, могут появляться в нашем мире, несмотря на то, что они вроде как раз воплощены, они могут переходить спокойно достаточно из того света в наш свет. Во всяком случае есть описание, но люди занимаются магией, да, и там надо привлечь духов, да, и духов вызывает, ну там надо весь обрет долго описывать, ну, короче говоря, там цветы розы надо иметь, и все прочее, вытаскивают от духа с того света, надо сыпать эти розы, а можно вытащить Дьяволосы, а Дьяволосы они очень сильные, они могут оторвать им голову, ну что угодно, и вот таких вот случаев описания есть в наших, так сказать, анналах истории, они контролируют как раз перевоплощение с той целью, чтобы мы накопили побольше Галаха, и уже там попав туда на Галах нас, выплавили из нас этот Галах, в принципе, в этом случае душа погибает, поэтому у нас незавидна участь у сегодняшней цивилизации, тем более все же думают, что ничего не будет, делать все, что хотят, в общем-то педицей никто не отменял, они не работают, люди, так сказать, наделают стока за свою жизнь глупостей, что даже в нашей системе им не светит воплощение, а у этих захватчиков тем более не светит, набрал достаточно Галаха, ну, иди на Галах. И что же получается сейчас, вы подтверждаете, что идет некая охота, вот, особенно за теми людьми, которые что-то могут сделать, которые могут как-то повлиять, скажем так, на всеобщее континуум, как-то сбить планы темных, их, сейчас, на данный момент, на них идет охота, уже как год, вы это подтверждаете, эту информацию, потому что она вот, из того, что я слышу, это просто нечто. Да, идет охота, но на них всегда шла охота, вот, смотрите, ловля душ, например, да, ты продаешь душу, да, то есть, тебе дают привилегии какие-то, там, будешь богатым, будешь пригластье и так далее, но потом идешь на голову. Ну, люди на это покупаются, а сейчас вот еще вот новые языки стали вводить, вот у нас вот четыре языка придумали, там, уральский, там, дальневосточный, сибирский, вот, европейский язык, то есть, русский язык, там, его распараллели на четыре части, ну, и кто-то, вот, начал, значит, изучать эти языки, или, вот, допустим, татарский язык, да, его в реальности тоже придумали вводы советской власти, потому что мне один человек, который сидел, ну, отсидел, ему сказали, а выпустим, если ты учишь татарский язык, будешь учить ему, односельчан, но я думаю, это не только единичный случай, то есть, они насаждали этот татарский язык, и вот люди, которые перешли вот на эти языки, у нас душа-то она все равно говорит на древнерусском языке, потому что факты того, что допустим, детишек русских помещают в канадский детский сад, да, они не говорят ни по-вранцузски, ни по-английски, и вот садик начинает говорить на русском языке, потому что он там был тоже русский язык, и он близок к нам, потому что душа горит на русском языке, а это было доказано, когда исследовали вот эти кардиограммы очень чувствительными кардиографами, да, там вот эти вот трезубцы, зуби, вернее, появляются, да, и вот триплеты, они всего 151, сочетаем, у нас 151 буква была в алфавите, но Абрам Шубин говорил 147, Гриневич говорил о 151, которое встречается по всему миру, ну вот, это язык как раз русский, душа же в сердце находится, вот она разговаривает с нами, зубчиками, кардиограммой, ну мы не слышим ее, тем более, если кто-то там продал душу, то есть, не понимает русский язык, перешел на какой-то новый, да, вот появляются вот эти вот явления внезапных смертей, то есть, душа покидает тело сама, не хочет, чтобы тело навредило в следующем воплощении, в свое время ВОЗ, значит, пыталась определить причину вот этих внезапных смертей и предлагала достаточно большую сумму, чтобы нашли, но пока ВОЗ и ныне там, а в действительности это вот как раз переход на новые языки, у нас сейчас 7125 языков зафиксировано, да, хотя у нас вот судя по тому, сколько погибло наших вот этих планет, спутников, на которых тоже живы люди, ну там получается где-то около 4000, да, 4000 языков, это как бы, ну, естественные языки, но они делятся тоже, появляются там диалекты, и внедряются новые языки, поэтому вот уже 7000 стало языков, а народов-то ведь очень много прибыло сюда с разных, их же нациями называть стали, а нация-то вообще на государственных языках означает обнаруженное, они прилетали сюда на землю, спасались, но их обнаруживали тут, а нация на чешском языке вообще означает налезли, ну, вернее, налезли, оно так читается, налезли, это вот нация, означает нацию, но налезли, мы знаем, что такое, то есть они неожиданно появились, но и большинство народностей, которые сюда прибыли, у них вот первобытный общийный строй, они там из луков стреляют, значит, копья всякие придумывают, но потому что они приехали-то сюда с большой, но с развитой цивилизацией, а в силу того, что они как бы обнаружены, то есть их не поддерживали, и они, в общем-то, вынуждены перейти вот на этот примитивный способ существования, вот тоже в Тиндеице те же самые, все эти аборигены Австралии, там, Африки, у них у всех примитивизировалась вся цивилизация, но и они сейчас так существуют, потому что, чтобы была цивилизация, надо и производство восстановить, и сельское хозяйство, и производство вещей всяких, всякой утвари, вот машины, все прочее, это, как правило, люди не знают, особенно если, ну, как у нас сейчас образование сводит на нет, что, чуть знают, ну, поэтому они тоже не знали цивилизацию, в общем-то, вышло в ноль. Получается, что те люди, которые едят фрукты, вот если возвращаюсь обратно к бессмертию, не плоды, точнее, плоды, фрукты, которые все равно получаются завянут, но не едят, например, какие-то семена, корнеплоды и так далее, у них реально есть шанс стать бессмертными именно у плодоедов, или все-таки для этого еще что-то надо? Ну, это необходимое условие, но недостаточное. Вот сыроене, да, это необходимое условие. вот семена можно есть, потому что они спят, и когда там размачиваешь, съедаешь, да, они не дают этого гаваха, потому что они просыпаются. То есть, по сути, их можно есть лишь в вареном виде, проращивать их нельзя? Нежелательно. Если они проснутся, то есть вы получите гаваха порцию. Ужас, я просто постоянно ем проростки, что как-то не по себе становится. Вот вы могли бы немного, может быть, рассказать про свой рацион питания, просто может быть, кому-то это будет полезно, вот что вы для себя лично подобрали вот на данный момент, а что вот просто, ну, понятно, что не только мясо, да, и рыбу вы убрали, молоко, а вот может что-то из неочевидных продуктов, что вы убрали из своего рациона, что считается условно полезным? Ну, вот я не ем глютен, то есть хлеб мы не едим, вот, а глютен у нас где? Женица. Женица, рожь, лечмень, вот, свободно, это только вот рис, кукуруза, овес, вот эти вот мы употребляем, потом, ну, мясо, понятно, очень много лет, десятков, мы не едим, рыбу, иногда, ну, тоже так, не едим молочку, вообще никакую, ну, хлеб, понятно, тоже много десятков лет, не едим, ну, понятно, что никаких алкогольных, там, этих, не употребляем, тоже много десятков, но я вообще никогда не пил, с детства, какие-то фрукты, не знаю, вот что-то из сладкого, ну, сладкого, да, мед, вот, ну, сахар, тоже не употребляем, потому что он, в общем-то, требует инсулин на свою переработку, у нас его нету, ну, не бывает, часто, потому что у нас, в общем-то, много злаков, которые раньше употреблялись, они съезли, из нашего рациона, ну, тоже пшено, например, да, пшено, это пшено, это пшено, это вообще простяная каша, а пшено уже не выращивают, потом, пшеничка выращивалась, вот тоже я не хочу сейчас, вот с Орго выращивалась, тоже сейчас не выращивают, но вреднее выращивать мало, в интернете можно купить, но так мало их, а они обладали как раз многими теми минералами, которых у нас сейчас нет, но у нас стабильно вообще нету, вот, селена, не хватает, сер, не хватает, дальше магния, вот цинка и йода, вот этих пяти элементов у нас, вот их употреблять, это уже, много болезней сразу отступит, вот, если говорить, допустим, те же самые аминокислоты, да, то у нас незаменимых, аминокислоты тоже сплошной дефицит, вот, такие как амарант, например, раньше, это была основная у нас культура, тоже стала, но сейчас появилась, амарант даже можно купить, и муку можно купить, но ее неправильно делают, ее надо вымачивать, а потом сушить, а потом только перемалывать, и тогда вот у них привкус, не привкус, а запах вот этот мышины, он хоть, ну и уже тогда нормально получается, к амаранту надо возвращаться, но у нас потихонечку он возрождается, ну, дело в том, что его испортили, вот там шевейцы, там, например, да, вот, дополнительными видами, которые, в общем-то, часто принимаются, съедобную культуру, но она не очень съедобная, но ее можно есть, конечно, но лучше вот старые сорта. Кстати, я пробовала делать амарантовый хлеб, и была просто в шоке, он такой воздушный, вот обычный хлеб, обязательно закваску, дрожжи ложат люди, а тут он сам воздушный, сам по себе, это невероятно, и так вкусно, просто невозможно наесться, у нас в Мексике, здесь прям амарант очень уважают, он во всех видах продается. Здорово, у нас его нету, ну, вернее, можно через интернет только купить, так и нет, в супермаркетах его не продают, ну, и потом, видите, у нас, например, помидоры, да, помидор ведь нету, в реальности, есть томаты, томаты, это солонин, да, и очень много солонин, картофель, тоже солонин, ну, стараемся это не есть, но, когда там приходишь кафе, или еще там, обязательно, помидор обязательно, картофель присутствует почти, ну, не во всем блюдах, но те, которые мы берем, там обычно эти продукты присутствуют, ну, помидоры, как правило, везде, вот, баклажаны, тоже солонин, ну, то есть, это посленовое все, вот, а посленовое, есть посленовое, которые вообще восстанавливают память, в прошлой жизни, вот, ну, вот, я пытаюсь сейчас выяснить, то есть, человек сказал, а я его пытаюсь раскрутить, чтобы он сказал, какие именно продукты, посленовые, которые восстанавливают, ну, и не дают человеку, в общем-то, забыть, свою жизнь, то это именно тоже, но там, не все посленовое имеют солонин, это у нас, сколько они имеют, а вот там, есть, которые хорошие, посленные, у нас вот многое, у клубеньковых исчезло, ну, только вот, этот топинамбур остался, да, ну, картофель, естественно, тоже, но это завезенная культура, у нас же были целые остания, когда мы не дрянь, вот, вот, вот эти клубеньковые, их много, тот же топинамбур, он сейчас такой всякий, ну, бугристый, то есть, много таких всяких, на нем, отростков, как бы, да, которые, делают его, ну, невозможно его чистить, вот, а есть топинамбур, круглый, как картофель, вот его, можно использовать, как картофель, картофель, он и жарится, он и в суровом виде употребляется, вот, но, к сожалению, его тоже не купишь, бывает, конечно, но не так часто, но время, там, где-то с кем-то договоримся, кто выращивает у них, брать, гречка, например, батат, брокколи, вот это можно? батат можно, да, брокколи, продукты, они повышают давление у человека, потому что, вот эти маленькие пузырьки, которые проникают к нам в кровь, да, они забивают сосуды мозга, и мозг думает, что крови мало, и он дает команду повысить давление, что именно газ повышает давление, сейчас у нас, алистерин повышает давление, но он повышает, понятно, но газ тоже повышает. Гречка, просто гречку, очень многие едят, и любят. Гречка, вот зеленая гречка, да, ее можно есть, не очень увлекаться, потому что, вот в Германии ее не едят, потому что она считается кормом для кур, ну и в реальность она, если ее все время есть, она садит, к отцу к отцу с почки, ну вот так ограничено принимать можно, конечно, но у нас, потому что ничь особо-то есть, это точно. Да, ну в целом очень хороший список продуктов, я думаю, действительно, что люди, если бы перешли хотя бы на этот список продуктов, уже бы жили в два раза больше. Вот если интересно, вообще не происходит газообразование, что бы ты ни съел, даже там несколько дней фасоль, и никакого газообразования, что это может быть? Вот фасоль, дело в том, что вот именно почему-то, фасоль, если ее сварить, а потом съесть попозже, да, образуется вот как раз яд, и некоторые люди травятся, но это не часто бывает, потому что обычно сварил, съел, но бывает такое. А вот горох, так что значит, бобы те же самые, ну то есть, которые к бобовым относятся, да, они, в общем-то, ведут тоже к газообразованию, вот, но в то же время, у них белок, вот это растительный, он достаточно разнообразный по аминокислотам, в отличие от других растений, ну и поэтому, в Византии я знаю, согласно этого тюняева Андрея, они употребляют бобы, у нас бобы вообще никто не ест, там они, у них чуть ли не основная пища. Я вот ем очень много бобовых, нут, все виды фасоли и так далее, и у меня вообще нет никакого газообразования, то есть, возможно, мне это просто подходит. У нас же их видов много, она вроде та же самая, да, а в реальности расы, да, фасоли, они разные, хотя семена, все, все одно и то же. Но это, если вы чистите все время, понятно, что у вас этих бактерий, которые сбраживают, нету, понятно, что никакого газообразования не будет. Так оно и есть. Я заметила, что когда бактерии сдуваются, они же как передвигаются, точнее, не сами бактерии, а вот эти водорослевые черви, у них внутри воздух, и они в этот воздух гоняют, и за счет этого передвигаются, и когда им что-то такое даешь, они сдуваются и выходят. И когда они сдуваются, вот тогда образуется газообразование, но у меня такого вообще нет. Но как бы еще, когда я начинала чистку, я видела, что они сдулись, потом вышли, и они такие тоненькие, тоненькие, но видно, что внутри у них всегда вот воздух. Даже под микроскопом видно вот капельки воздуха внутри. Ну, это эти, скорее всего, конский волос, как его народе называют. Сейчас, конечно, тела настолько нашпигованы всем, что это просто поражаешься. Сколько всего в нас живет, а люди об этом даже не знают. Ну, вот против паразитов хорошо работает Цеппер, Фильды Кларк. Она разработала, ее долго прессовали за это, да, она американца сама уехала тоже в Мексику, но ее в Мексике достали. А это 29 Мегагерц, полоса, которая, в общем-то, всех паразитов уничтожает. Сколько? 29 Мегагерц. Вот. Но эти Цепперы можно в интернете приобрести. Очень интересно. А я вот, мы в лаборатории проверяли, сколько Герц вот обычные паразиты содержат, что у них ровно 60 частота, вот их идеальная частота. Но мы их думали глушить, наоборот, высокими частотами, а вот низкими никогда не пробовали. Надо, наверное, попробовать. Хорошая идея. Они там где-то на 230 частоте начинали вот так разрываться. Но это, конечно, надо еще дойти до этой частоты. Ведь как ее в тело провести, непонятно. Мы это делали на отдельных устройствах. И вот заметили, что только такая частота их убивает. Ну, надо попробовать, конечно. Да. Хотелось бы с вами, может быть, как-нибудь пообщаться на тему микробиологии. У меня уже тут такая коллекция паразитов, что можно было бы подготовить видео и прям вот так вот в прямом эфире вам показать и их обсудить. Я знаю, что вы тоже занимаетесь микробиологией, поэтому, конечно, было бы очень интересно как-нибудь. Ну, давайте проведем. Спасибо большое. Что ж, большое спасибо за такую потрясающую, интереснейшую лекцию. Тогда пусть наши читатели пишут вопросы, комментарии, и может быть, что-то из этого мы выберем и на следующее и ответим на вопросы. Владимир, что бы вы могли пожелать нашим читателям? Конечно, вы всегда желаете позитивных эмоций. Сейчас как никогда это надо, потому что по всему миру снова сбор Гаваха. Ну да, им сейчас они же большую жертву затеяли, а она у них плохо идет. То есть они хотели войну тут развязать, да? С ними как. не получается. Потом, значит, или, значит, пандемию, значит, ее тоже блокировали. Вот, то есть врачи стали против ВОЗа, да? И вот ВОЗ сейчас тоже там новую пандемию, новой какой-то болезни. Вот это тоже законы блокируют. То есть народ начинает просыпаться и, в общем-то, мешает. И они решили сейчас, насколько я понимаю, развязать ядерную войну. ядерную войну я почему хотел поговорить именно о последствиях. Вот кто пережил эту войну и каково это? Сейчас вот эти материалы их нигде нет. Я не думаю, что это секретно. Они были в открытой печати, все было в доступе в свое время. Вот. А сейчас ничего нету. И люди думают, что-то особенно, бабахнули и все. Вот все как раз. Дело в том, что когда у нас бабахнули в этот 1820 году была война севера и юга, но сейчас как у США эта война описана только. Вообще была война там и Соединенные, ну, в смысле Америка и Европа и Азия выступили против Африки и Азии и Австралии. Но и в конце концов в общем-то цивилизация-то фактически Атлантов не стала на уме, что-то. Они же были большие и поэтому в общем-то надо всем в общем-то консолидироваться против как раз ядерной войны. Не только простому народу, но от простого народа тоже зависит, если они будут как бы вот нет войны, да, просто даже про себя говорить и ее не будет. Но если ничего не делают, понятно, что им удастся опять нам развязать эту войну. Цивилизация будет опять отброшена как вот в 19 веке. Все же потеряли все транспортные средства, все чудесные технологии. Даже свет и тот потеряли. Все электричество атмосферное потеряно. Значит, шанс все-таки есть, так как люди начали пробуждаться и самое главное не вестись на это все, никому не верить, а просто доверяться своей интуиции и распространять позитивные эмоции. Да. полностью согласна. Пытаемся именно так и делать, конечно, всеми силами. Да. Спасибо вам большое, хорошего вечера и до следующего эфира. Давайте, до свидания. До свидания.